21 мая в администрации состоялось очередное заседание Городской Думы. Из 20 народных избранников присутствовали 18 человек во главе с председателем Думы Сергеем Терентьевым. Перед обычным рассмотрением повестки дня глава поздравил присутствующих гостей с Днем Тихоокеанского флота. А далее в рабочем режиме было рассмотрено 12 вопросов, которые большинством голосов депутаты приняли единогласно. Заседание Думы 21 мая начали с торжественной части и поздравительных речей в адрес ветеранов и военнослужащих Тихоокеанского флота, приуроченных ко дню ТОВ. Развитие городского округа неразрывно связано с становлением флота на нашей территории. От лица Думы наших ветеранов Тихоокеанского флота поздравить с этим праздником, пожелать им здоровья, оптимизма, бодрости, пожелать им неутомимой энергии в том, чтобы делиться этим оптимизмом, гордостью, передавать вот эти традиции, силы духа, силы воли передавать молодому поколению всегда и везде. После торжественной части депутаты приступили к рассмотрению обычной повестки дня. На шестой созыв Думы городского округа было вынесено 12 вопросов, которые большинством голосов депутаты приняли единогласно. Среди них обсудили вопрос о внесении изменений в решение Думы от 18 декабря 2014 года об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа на 2015 год. Перед заседанием Думы на постоянной депутатской комиссии уже выносили вопрос, касаемый приватизации разбитого жилья гостиничного типа, который числится на балансе в отделе распределения и учёта жилья. Находится 5 муниципальных разбитых квартир малосемейного типа, расположенных на 9 этажах города Фокина по адресу Беложево, 16А, квартиры 148, 161, 166, 168, улица Строительная, дом 3, квартира 165. Жилые помещения длительное время не востребованы для восстановления ремонта как гражданами, состоящими на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, так и не состоящими на жилищном учёте. Все расходы, связанные с содержанием такого жилья, за время простоя несёт муниципалитет. Данный перечень квартир был рекомендован депутатам включить в приватизацию в целях реализации гражданам. Также на заседании приняли изменения в решении Думы городского округа от 18 декабря 2014 года об утверждении бюджета городского округа на 2015 и плановый период 2016-2017 годов. Начальник финансового управления Брюнов Михаил Юрьевич представил отчёт об использовании бюджета городского округа за 2014 год. Также отчёт о результатах деятельности главы администрации городского округа и администрации по итогам 2014 года предоставил посвеженный Павел Александрович. За отчётный период на территории городского округа введены в эксплуатацию детское дошкольное образовательное учреждение на 240 метров, гостиничный комплекс Тихоокеанский. Кроме того, велись строительные работы на объектах Министерства обороны и Росраудов. На территории городского округа ведётся индивидуальное жилищное строительство. Глава администрации отметил, что наблюдается положительная динамика в естественном приросте населения городского округа. Увеличилось число зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса, которые составляют значительную долю экономики городского округа и предоставляют рабочие места жителям. В 2014 году продолжилась реализация программы по выдаче земельных участков на бесплатной основе под индивидуальное строительство гражданам, имеющих трёх и более детей. На 2014 год депутаты ставили перед администрацией несколько задач. По поручениям Думы городского округа ЗАТО город Фрокино в 2014 году поручения касались выделения денежных средств на организацию, проведения спортивных мероприятий, соревнований, проведения ремонта муниципального имущества, строительства спортивных пришкольных площадок, проектирования плавательного бассейна, устройства наружного освещения на острове ПТО, и проработки вопроса вхождения в программу строительства полигона ТБО на условиях софинансирования. Все эти поручения уже выполнены, либо находятся в стадии завершения. По пятому пункту, а именно вхождение в программу по строительству полигона ТБО на территории городского округа, краевая программа на сегодняшний день не принята, и этот вопрос должен разрешиться в ближайшее время.